Что за фэйспалм такой? Тебе, дурь, обложку напечатали сегодня, покажи её вот, да. Напечатали лист в типографии. Их много листов напечатали, целую тысячу. Да. Тась, как... Напечатали? Медленно напечатали. Нет, как вы организовали журнал? Это не я его организовывал, это ещё до меня его организовали. Некий Фисенко. И помимо него был ещё Леонид Днефедович, помимо него ещё была Риля Тармен. 96-го, да? Нет, это был 95-й год. 95-й. Да. Потом в конце 95-го года инициативная группа подавала заявление на регистрацию. Пока эта процедура длилась, только в феврале 96-го, 15 февраля 96-го было выписано свидетельство о регистрации журнала. А первый номер физически уже отпечатанный, типографский, вот, вышел в декабре 96-го года. Значит, где, у кого искали бабле? Ой, нашли сперва издателя. Поляк был такой вот. Он вкладывал деньги. Очевидно, свои, я не знаю. Продержался он 4 выпуска. Потом решил повыделываться, в результате чего поссорился с редакцией, и редакция его вытворила. Тебе дальше это всё рассказывали? Он поссорился. А как его звали? Влад его звали. Влад? А поляк? Имя у него есть? У него фамилия есть, но она совершенно ни к чему сейчас. Ну, а там была команда, нет? Команда это была редакция. Кто его делал? Главный редактор. Леонид Нефедович. Тогда был. Издатель был Саша Фессенко. Леонид Нефедович. Да. Учредитель журнала был Саша Фессенко. А кто они? Откуда они? Почему они решили заняться именно этим? Ну, потому что ниша была свободна, то есть информации никакой не было. Тогда выходила только интересная газета с блоком экзоэротика, буквально две странички черно-белые. Поэтому нужна была информация. Тогда интернета не было. Интернет только появлялся. Тогда он был. Почему? Естественно, что преимущественно в столице и в больших городах. И доступа рядовых людей, скажем так, практически не было в Украине. Вот как раз они были обывателями, рядовыми людьми. Ну, практически, да. Тем более не киевляне. Но комп они как-то нашли компьютер, да? Да, я даже не знаю, чей был компьютер. То есть они делали его без интернета, да? Практически, да. Первые, как бы, выпуски. Ну, что значит без интернета? Ну, можно было там где-то найти, к кому-то сходить. Я не знаю, где они этот интернет добывали тогда. Да. Вот. Это же опять-таки модемный интернет. И, собственно, тогда особо и сайтов-то не было в русскоязычном сегменте. То есть переводили там с английского. Ну, формат вообще первых журналов был, наверное, очень жалкий, да? Но он не был прямо-таки жалким. Он был меньше, это было пятый, то есть в половину нынешнего. А что было? Контент? Новости из интернета, скорее всего. Потом какие-то вот, ну, новости моды, новости гии жизни за рубежом. Рассказы местные печатались. Что там еще было? Рубрика «Здоровье» появилась сразу же практически. Рубрика «Знакомство», нет? Да. Это была чуть ли не основная рубрика. Самая главная. Да. Вот. И в те годы, там, в каждом выпуске, ну, бывало, что и больше сотни, до двух сотен объявлений. А письма читателей? Да. Рубрика «Письма читателей» или же «Хвалебные», типа, как хорошо, что появился журнал, ну, или же «Критика», там, может быть, кто-то что-то предлагал, или кому-то что-то не нравилось. Допустим, когда в 98-м году появилась лесбийская страничка, а в журнале ее появление вызвало там очень резкую критику. там, не знаю, мизогеников, как их правильно назвать, ну, то есть геек, которые очень не хотели того, чтобы… Не любят женщин. Ну, не знаю, любят они женщин или не любят женщин, но появление женской страницы в геожурнале они восприняли очень негативно и всячески пытались доказать неправоту редакции. И вскоре эта рубрика была похерена, да? Нет, она никогда не была похерена. Формально она видоизменилась, то есть с течением времени, уже где-то там в начале двухтысячных, лесбийские материалы не выделялись уже в отдельную страницу, а просто если там нужно было рассказать о каком-то интересном для лесбиянок факте, то это просто делалось на страницах журнала без привязки к лесбии странице, не лесбии странице. И где он сейчас этот Леонид Нефедович? Леонид Нефедович сейчас занимает высокий пост в гей-форуме Украины у Святослава Шеремета. Он заведует информационными компаниями в гей-форуме Украины. Физически он живет у себя дома в Полтавской области, но он достаточно активно мониторит публикации, посвященные ЛГБТ, делает обзоры, готовит инфосообщения всяческие. То есть он сейчас достаточно активно просит другие жизни. Хорошо, а кто дальше его делал после них? После них Леонид ушел из журнала в конце 98-го из-за конфликта с учредителем, небольшой пробежуток времени. Опять-таки, из 98-го по вторую половину 99-го активно работал в журнале Юрий Волынский на должности замглавного редактора, который в конце 99-го таки ушел. Точнее, его ушли, наверное, правильнее будет сказать. Я пришел в журнал в марте 2000-го на должность ответственного секретаря. Тогда у нас была очень небольшая редакция и обновился состав. То есть у нас осталось из старых... То есть ты работал с бумагами? Бухгалтерия, да? Не-не-не-не. На бухгалтерии у нас был бухгалтер, он занимался, собственно, бухгалтерией. Витя Киричу. Вот. Моя задача была работать с письмами, подбор материалов. Вот. Иногда чуть-чуть рекламы, иногда чуть-чуть распространения. А когда журнал появился в киосках? Впервые? Впервые появился практически сразу же после выхода. То есть я думаю, что декабрь 96-го, то есть с января 97-го он уже продавался. И по недавнее время? Да. То есть последним номером, который был повсеместно в киосках, был номер 63. То есть это у нас первый-второй номер за 2010 год, который продавался где-то вот до апреля. Ну, если не примут закон, если все будет хорошо. Да. Как он эволюционировал? Ну, то есть ты пришел туда и что? Все ушли, ты остался? Нет, нет. Сперва все ушли, потом вот пришла новая команда. О чем я уже говорил, что вот старой осталась только Аленка Семенова. Вот пришел я, вот как раз передо мной пришел Витя Киричук, он бухгалтером и автором. Пришла, точнее, новая корректорша Валентина Николаевна, которая по сей день работает с нами. Вот, чуть позже, в самом конце 2000-го появилась у нас Ваня, который DCO Moon, который, прозвище это, ну не прозвище, а псевдоним тогда придумал уже сам. Который переводчик? Нет, он не был переводчиком, он был просто автором и, когда я стал главным редактором, он перешел на должность, соответственно, секретаря вместо меня. Нет, но он переводил некоторые тексты для журнала. Нет, 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 нет. Некоторые вещи он переводил, я просто просил его там, может быть, тексты. С немецкого. Да, да, да. Вот, но полностью переводных статей мы не печатали. Кстати, вот интересно, то есть, в чем он был первым, этот журнал? Он во многом был первым. Вот, ты говорил, что мы первые напечатали рассказ «Кишки» Чака Паланько. Ну, да, нет, можно смотреть по частностям, в чем были первые, ну, первый журнал в Украине, гей-журнал. Вообще на всем. Нет, зачем, 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 зачем. Нет, ну журнал. Все равно нет, ну, допустим, Дима Леонидовичева одна, нет, 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 одна десятая, она называлась газетой, но по факту это был, в общем-то, журнал. Вот, и поэтому первым журналом в Молдове был журнал «Зеркало». Он начал издаваться в самом конце 96-го, то есть практически где-то чуть-чуть позже нас. В 96-м же начал выходить журнал «Наш мир», который издавался в Луганске. Естественно, там немножко другой подход был к издательскому делу, он печатался на… Но это «Зеркало», у него контент не такой. Так у нас за миг тогда контент был почти такой же. То есть у нас было больше политики, больше новостей, каких-то вот животрепещущих таких вот вопросов, моментов. Там погибла принцесса Диана, любимица геев, о ней убили Версачи, о нём и всё вокруг этого. Рассказы о плешках, о путешествиях, ну то есть он был вот такой вот очень как бы отзывчивый, сиюминутный. То есть о каких-то глобальных вещах начали писать чуть позже. Нет, ну мы эволюционировали в развлекательный формат. Да мы по-разному эволюционировали, то есть вот… А «Зеркало» остался на месте. «Зеркало» вообще, сейчас называется «Зеркало плюс» даже. Вот, но, ну гипотетически да, вот можно так сказать, что формат свой не поменяли до сих пор. А помнишь «Аквир» когда появился? 2003-й, если не ошибаюсь, может быть, 4-й. Ну, так-то в те времена был ещё журнал «Джиэль», который вышло три номера, по-моему, в конце 90-х, и он закрылся. Был журнал «Аргул», который издавал Влад Артанов в 94-м, 95-м. «Ризк» Кузьмина, да, вышло четыре номера за всё это время. Ну да, что-то по-моему. «Кузьмин» к «Арго» тоже какое-то отношение имел, нет? Ну да, конечно. Да, и… Не, стоп-стоп-стоп, «Арго» «Ризк» Кузьмин имел отношение к издательству. А сам по себе, как таковой журнал «Арго» от «Детища Артанова», по-саморише. Ну, я не знаю, «Арго» «Ризк» появился позже или… Позже, 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 да. Да, авторы. Как, какие были авторы? Ну, то есть, вот, если сравнить до тебя, вот когда ты появился, сейчас… Я появился в журнале, то есть, я немножко попытался поменять подход к подбору контента, потому что было очень много любительской прозы и каких-то очень любительских статей. То есть, я начал с того, что стал печатать больше классики или же уже прозу достаточно жёстко отобранную. То есть, предложений было много, то есть, портфель редакции был достаточно объёмен, но… И о том, что выходили литературные номера. Ой, литературные номера в нынешнем виде – это довольно позднее изобретение. То есть, первый, это был 47-й номер, по-моему, в 2006 году, это он был не полностью литературный, а наполовину. Ну, то есть, я собрал туда вещи авторов, которые публиковались в интернете. – 83-й номер. – Да, да, да. – Да, 83-й. Точнее, был ещё один литературный номер до этого, это был 13-й номер, то есть, 7-й, 8-й за 1998 год. То есть, в общем-то, литературные номера первые, они появлялись, ну, как бы, не от хорошей жизни. В частности, вот самый первый, который я только упомянул, то есть, 13-й номер за 1998 год. – Кого ты литературный автор? – Ты перебиваешь. Я начал говорить о том, что не от хорошей жизни, я уже закончу мысль, скажу, что как раз, вот, тогда были очередные изменения в редакции, и номер нужно было выпускать быстро, а материалов тогда как-то вот, именно авторских не было. Поэтому, именно вот этот 13-й номер был собран из рассказов местных авторов, которые, ну, как бы, неплохой подбор был тогда, и чуть-чуть классики, там, в том числе, отрывок из Сартра был напечатан тогда. Вот, и в 47-м, когда эта традиция продолжилась, тоже были какие-то, я уже не вспомню даже, что у нас там было за трабл, вот, поэтому поступили вот таким образом, были собраны материалы, ну, уже готовые, как бы, на тот момент, я связывался с Сартрами, получалось решение. – Сартра не была, ну, то есть, вы, мы первыми напечатали Сартр. – Ну, что, значит, мы первыми напечатали? Нет, он был изданужен в книжной обиде. – Ага. То есть… – Хотя, ты знаешь, я не уверен, там стоит, вообще-то, в журнале авторство нашего переводчика. – Ага. – Ну, я не буду ручаться, то есть, специально ли переводилось. Возможно, что даже специально перевели этот отрывок для журнала. – Потому что я не… – Чака Паланика, Кишкини. – Ну, да, это сами переводили. – Специально для журнала? – Ну, для журнала, да, это сороковый номер. – Тогда о нем никто не знал? – Да, ну, перестань, что значит «никто не знал»? Он известен был тогда. – Какого года «Бойцовский клонг»? 2001-го? Я не помню фильм. – Ой, да. – А когда вы напечатали? – Сороковый номер – это был у нас 2006-й год, 2005-й. – Ага, ну да, уже известен. – Конечно, известен. – Просто, ну, рассказы он очень натуралистичный и как бы… – Просто рассказы, ну, то есть, наверное, уже позже появились, чем основные его книги. – Ой, я сейчас не скажу, когда именно будет рассказ. – Да, важно, да. – Авторы, ну, это же герои, ну, это же первые авторы, да и вообще авторы, которые сейчас пишут. – Ты о чем? У людей было желание высказаться, что-то сказать людям, но до появления журнала не было возможности, интернета, опять-таки, практически не было. – Поэтому, ну, не знаю, насчет героизма это как-то, по-моему, уже очень… – Я, ну, понимаешь, высказаться, это вот можно журнал делать из писем читателей. – Ой, не надо. – Так высказаться, а что, авторы не такие? – Нет, ну, так, понимаешь… – Авторы не те же читатели? – Не, ну, у людей есть талант к писательству. – Ну, не у всех же читателей есть такой талант. – Ну, письмо написать-то может каждый, но не каждое напечатаешь. – Да. – Конечно, печатали мы разные письма, некоторые просто для примера, чтобы показать, как мне надо писать письма. – Тоже опыт. – И кто, то есть, допустим, назови там двух-трех авторов, вот, самых… – Да что я их называю? – Самых. – Господи, журнал открыли, посмотрели. Что значит самых-самых? Назвать кого-то самым-самым, обидеть остальных. – Хорошо, вот, кого я знаю. – Ой, ну, мы же не будем сейчас ревизию твоего жесткого диска проводить, кого ты там помнишь. – Кого я помню? – Я помню, вот, с того времени, когда я в журнале, с 55-го номера. – Ну, смотри, опять-таки, давай… Я не смогу рассказать о всех авторах, потому что, ну, некоторые, они, может быть, не настолько в камин-ауте, чтобы можно было их упоминать. Вот, то есть, ну, смысл нам сейчас перечислять? – То есть, мы, если мы назовем эти псевдонимы авторов, мы сделаем им аутинг или что? – Ну, я смысла не вижу, что ты хочешь узнать или что ты хочешь сказать людям. – Ну, перечислим мы сейчас фамилии, и что? – Нет, ну, в общем, ладно, оставили. Хорошо. – Все талантливые люди, все хорошие журналисты, классные. Так или иначе. – Да, отовсюду. – Ну, то есть… – Да, естественно, отовсюду. То есть, раньше было у нас больше даже зарубежных авторов, чем… – Русскоязычные и украиноязычные. – Да. – Да. – Сейчас у нас уже как-то подросли и местные. То есть, вот, в середине двухтысячных писали нам многие люди. То есть, русскоязычные в эмиграции в разных странах. Вот сейчас практически все уже местные. – Да. – И пока еще не уехавшие, скажем так. Несмотря на все сложности жизни. – Хорошо. Что в этом номере было? В этом номере? Что было? Говори. – Что именно, что было? – Что будет? – Что ты напечатал, то есть, контент последнего номера? Говори. – Радость моя. Если ты говоришь, что мы его издаем, ты должна его сама помнить. А не я тебе рассказывать. – Да. Я вычитал распечатки этого номера. – Вот. И теперь расскажи, что ты там видела. – Что ты запомнила? Как я провела лето? Расскажи мне. – Запомнила. Значит, Иван Тюссу. Мы ему не сделаем аутинг? – Ивану Тюссу нет. – Нет? – Значит, ну просто, понимаешь, если вот так вот осторожничать, то… – Ну так я тебе говорю, ну зачем? – То вообще ни о чем нельзя говорить. – Можно обо всем говорить. – Хорошо. – Можно говорить о материалах. Допустим, есть интервью с владельцами двух французских издательств, которые издают книги тематического содержания. Ну вот это сказала, выговорила. Есть два фрагмента. Это не надо ничего рассказывать, журнал будет, и люди сами почитают. Есть выдержки из двух романов, переводных, специально переведенных для нашего журнала на украинский, из французского. Вот. Причем даже, может быть, чересчур откровенные отрывки. Как для нынешнего времени. – Мне первое предложение из трех слов понравилось про сперму. – Ну давай мы не будем сейчас углубляться. Что еще ты запомнила из распечаток? – Что еще запомнила? Я запомнила материалы рыжие. – О чем? – Где она, допустим, классифицирует геев, да? – Да нет, она не геев классифицирует, она ребят классифицирует в принципе. – Ребят в принципе? – Да, с которыми могут знакомиться геи. – Гопников? – Ну туда входят и натуралы тоже. Так, я тебе сейчас двойку поставлю за домашнее задание. Поэтому лучше переводи тему. – Да, надо было мне прихватить с собой распечатки. – Оставь в покое уже этот лист несчастный. – Ну, с декабря 96-го… – Вышло 73 номера. – Да, вышло 73 номера. – В самый лучший год выходило 7 номеров. – Да. – А так обычно держится в 4-5. – Что еще можно рассказать основное? То есть, допустим, дизайн. Менялся логотип, да? – Логотип менялся несколько раз. Он менялся в 97-м, когда первые журналы назывались практически не один из нас, а он. – То есть, эти две заглавные буквы были выделены отдельно. – А вот… – Потом он изменился в 98-м при переходе на полноформатный размер на 4. – И этот логотип держался у нас до 49-го номера. Это был у нас, если не ошибаюсь, 7-й год, 2007-й. Я тогда это все называл «Зажурного человеческой эстетики». И был логотип такого типа, вытянутого шрифта по вертикали. В 2007-м сделали небольшой ребрендинг. Лозунг изменился. – На «Обхидеть будь собою». – Да. И опять-таки начертание логотипа, название изменилось. И еще одно изменение было с 64-го номера в 2010-й год. – Да. – Этот логотип держится вот сейчас. – Расскажи о Виталии и Феник. – Ну, мы не трогаем персонали. – Не трогаем персонали? – Ну, зачем? – Хорошо. – Мы рассказываем о себе. Человек работал, работает заместителем главного редактора. То есть он очень много сделал для журнала и делает сейчас. Ну, что еще? – Да. – Если он захочет, он расскажет об этом сам. – Да. – Значит, менялся логотип, менялись калантиты, да? – Ну, шрифты менялись, бумага менялась, все менялось. То есть мы же уже до мышек не будем доколупываться. – Ну, про авторов ты не хочешь ничего говорить? Как эволюционировал журнал, чтобы это сказать общо и в общих как-то… – Ну, ты уже задавал этот вопрос. – А, черта? – Ну, то есть я уже рассказывал, что сперва он был информационным. Вот, потом он стал… – Информационно-развлекательным. – Информационно-развлекательным. – Просветительским, скажем так. Чуть более серьезным и с уклоном, не знаю, куда-то… Если проза, то в классику какую-то. – Ты можешь назвать именно авторов? – Да что ж ты пристал? – Нет, те, кого ты печатал, литературных авторов. – Есть авторы литературы? – Какую ты печатал литературу? – Нет, именно в литературных номерах. – Ну, подход к литературным номерам был совершенно разный. Опять-таки, я тебе рассказал уже о тринадцатом номере, я в сорок седьмом, где были сетеры… – Назови ее авторов, сетераторов, не сетераторов… – Следующим номером у нас был литературный номер 56-й с прозой Геннадия Неймана. Там были собраны, на мой взгляд, лучшие из его рассказов, из циклов. – Потом у нас следующим литературным был… – Боже, я немножко соврал. – Перед 56-м был 53-й, который был отдан роману Анатолия Уленова, который мне роман очень нравился, и он как-то совершенно пропал с горизонта к тому моменту. – То есть, когда-то я его очень-очень давно еще на рубеже двухтысячных напечатал сайт «Гейру», потом этот текст пропал с горизонта вообще. – То есть, я связывался с автором, мы согласовали текст, там небольшие правки были. Вот, и как раз вот весь 53-й номер отдан этому роману. Называется «За свободную любовь». Как по мне, это очень недооцененный текст. Он очень как-то вот хорошо отражает гей-жизнь средины 90-х, когда стало все можно, когда было весело, когда не было еще даже намека на нынешний там какой-то… – Лихие 90-е? – Да, Лихие 90-е. Вот. Собственно, этому же периоду посвященный известный роман Маргариты Шараповой, но тот роман, он больше как-то в лесбийскую тематику повернут. Ну, не хотел бы их сравнивать, конечно, но… Лично мне вот «За свободную любовь» нравится больше. Да, возвращаясь к литературным номерам, потом был еще один литературный номер, где два любимых моих автора поделили площадь пополам. Это Геннадий Нейман и Анатолий Леонов. Да. Вот. И вроде бы, если я опять ничего не забыл, это и все. По литературным номерам. – Нейман у Леонов и Шарапова. – Нет, Маргариту Шарапову, ее прозу мы не печатали, она достаточно объемная и просто, наверное, не поместилась бы в журнале. А Маргарита вела у нас колонку в середине двухтысячных. Она была одним из колонистов у нас… – Колонистами были известны… – С Константином Кропоткиным. – Да. – Катериной Хинкуловой. – Ромой Верником. – Куда-то, к сожалению, пропавшим. – Скажет горизонт. – Ну, Катерина Хинкулова. – Это украинская писательница, живущая в Лондоне. – Кропоткин, Константин Кропоткин. – Живет во Франкфурте на Майне, если я не ошибаюсь. – Регулярно на Гиропче. – Да, да, да. И издал несколько сборников своих рассказов в издательстве «Квир». – Шарапова. – Ну, ты известный российский автор. – Да. – И все. – Что? – Что все? – С авторами в литературных номерах. – Ну, мы можем сетевых еще вспоминать в 47-м номере. – Стихотворения. – В литературе Геннадий Нейман. Безусловно. – А, еще поэт. – И Виталия Юхеменко, конечно же. – А поэты, больше нет поэтов? – К сожалению. – Стихотворение. – Я не могу сейчас даже назвать… – Как этого гомосексуала назвали, которого ты печатал? – Тебе его нравится очень стихотворение, я помню. – А ты напомни? – Ну, он не молодой. У него якобы был, не был роман с известным переводчиком. Известного переводчика… – Валерий Перелешин. – Да, но мы не печатали его в литературных номерах. Просто была в 33-м номере публикация рассказа о его жизни и подборка стихотворений. Просто для 2003 года это было, конечно, очень необычно, потому что его тогда в интернете невозможно было найти. И нам очень помог профессор Виталий Чернецкий, который живет сейчас в Штатах. Вот он помог и, собственно, с текстами, прислал отсканированные страницы книги Перелешина «Ариэль», и помог договориться с биоархивом в Голландии для иллюстратива. – Что? – Перелешин издавался там или я не помню? – Кто где издавался? Да, книга «Крылья» была издана, в частности, в Германии. И вот я не помню, с какого именно издания эти сканы были присланы, но у нас их в постсовке на эту книгу найти, скорее всего, невозможно. – Перелешин, да. – Салатка Петрищева, его настоящая фамилия. – И все, да. – Ну, были любительские стихотворения. Может, кого-то сейчас забыл просто после занятия. – Да. – Все? – Все, вопросы закончили? – Можно было там все что угодно еще по вспоминать, по рассказам. – Ну, подскажи. – Участие в выборах 2002 года, «Блог Радуга», «Первый открытый гейм». – То есть, я помню, да, я видела. – Нет, это ты не видела. – У меня впечатления очень плохие. – Это было совсем другое. В 2002-м было все очень весело, задорно и очень качественно. То, что было потом, это, конечно, было бледным отражением. Вот. Что можно там вспоминать? Можно вспомнить, что… – Пришелестели бледные тени. – Да. То, что было несколько больших перерывов в выпуске журнала. Первый был еще аж в 1997-м, во второй половине. – Понимаешь, вот мы как бы говорим, в принципе, о периодике, а ты вот говоришь, ну, то есть, участие там журнала в политической жизни. – Ну, так это тоже важно и нужно. То есть, тогда это было, ну, как бы, каким-то прорывом все-таки. Опять-таки, было весело и интересно. – Ну, так или иначе, мне кажется, проект политический журнал. Потому что о нас там говорила афиша. – Да кто о нас только не говорил. Вопрос только в каком ключе. Там церковники нас тоже, наверное, вспоминают во всяком. Да, помимо литературного там какого-то явления, помимо развлекательного формата, это, ну, естественно, политика – это разговор о правах, разговор о том, куда движется общество, чего… – О ЛГБТ-обращении. – Да. – То есть, естественно, тоже рассматривались какие-то острые вопросы внутри ЛГБТ-движения, какие-то разворачивались полемики вокруг этого всего. – Самый яркий политический автор назовешь его? Её? – Самый яркий политический автор? Давай опять мы не будем строить какие-то там рейтинги внутренние. То есть, политических авторов у нас хороших много было. Это и Алёнка Семёнова была, очень долго писала, и в том числе политические темы затрагивала. Вот это и Саша Лопата, это и Рома Верник, который под ником Хуми у нас писал. – Скоркин. – Костя Скоркин, да, сейчас вот он ведёт политическую рубрику у нас. – Саша Лопата… – Я уже упомянул. – Семёнова и Скоркин. – Ну и Хуми. – Вот это, что касается политики. – Что у нас? – Какие ещё отдельные рубрики хочешь? – Рубрики. – Допустим, юридическую и психологическую у нас ведёт Валера Соцкий очень давно. Достаточно неплохо получается. Вместе с Алёнкой и Семёновой попеременно вели рубрику «Спорт», «Здоровье». Клубная жизнь – это уже, конечно, рыжая. – Рубрика «Анекдоты»? – Ну да, это же самая востребованная рубрика. – Весьма популярная. – Да, особенно среди натуралов. У бабушек в киосках и у бабушек в сетях торговых экспедировщиков. – Да. – То есть анекдоты в первую очередь. – А ещё рассказывать об отношениях с экспедировщиками. – Ну почему? Это тоже, кстати, это тоже какой-то компонент. То есть когда какие-то мужики-грузчики или женщины на этих торговых базах общаются со мной о гей-журнале. Ну то есть мы нормально с ними общаемся как-то. Они видят живого гея, может быть, как бы впервые в жизни. Вот. И вот по тому, что они видят, они могут составить мнение вообще о явлении. Ну и вот сколько помню, то есть никогда не было каких-то особых напрягов со всяческими этими натуралами. Ну, собственно, ни в типографиях, ни в базах. – Вздыхают, а и такое бывает. – Ну и хорошо, господи. Ну пускай вздыхают, ну и такое бывает. Ну у нас, извините, открытых геев в Украине, публичных, где они? – Нет. – Ну так вот. – Больше как раз… – Ну среди геоактивистов только вот там Светслав Шеремет мелькает, там Тарас Карасичук, Томас там ещё, Андрей Маймалахин, Саша Семченко. – Ну девчонок открытых больше, на смысле… – Нет. – Лесбиянок? – Нет. – Нет. – Активистов нет? – Нет. – Всё, наверное, я смотрю, вопросы закончились. – Я уже сам себе вопросы готовил. – Понимаешь, мы уже в ту сторону, в другую, в третью. – Вы не затронули десятую часть из всего, что можно было рассказать. – Может быть, в будущем затронем. – Да, выдать презентажку о журнале, чтобы ты ознакомился с ней сам. – Да, уже у нас, блядь, активисты, экспедировщики там… – Ну это тоже часть журнала. – Ладно, пока, всё. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.